Популярные арии из оперет Сильвы и принцессы цирка звучат на крыше одного из торговых центров города. Весь пятничный вечер на Самарском Арбате солисты театра оперы и балета радуют своими голосами жителей, которые уже успели соскучиться по классике. Вообще очень нравится, мы любители посещать театры, больше любим опереты на самом деле, но это как раз из-за оперет. Просто замечательно, очень красиво и достойно Самары, конечно, побольше таких мероприятий надо проводить. В сентябре в Самарском академическом театре оперы и балета стартует 90-й юбилейный сезон. Он обещает быть особенно ярким и интересным. Сейчас в театре идут репетиции. Серьезное пополнение произошло в балетной труппе. Впервые за новейшую историю театра после реконструкции все ставки в коллективе заполнены. Буквально в ближайшие выходные мы проводим прослушивание для набора в оперную труппу. Надеемся получить новых перспективных молодых исполнителей, которые, безусловно, украсят нашу интересную, уже серьезную такую авторитетную оперную труппу. И это, конечно, привлечет внимание любителей оперы и балета. Эпид-обстановка внесла свои коррективы в работу театра. Музыканты не смогут разместиться в оркестровой яме с соблюдением социальной дистанции. Поэтому будут выступать на сцене. Балеты пойдут под фонограммы, а оперы прозвучат в концертном исполнении. Также исключат спектакли с хоровыми и массовыми сценами. Например, оперы Аида и Князь Игорь покажут после снятия всех ограничений. Учитывая, что оркестр будет сидеть на сцене, мы все-таки решили обогатить наш репертуар несколькими названиями опер, которые либо шли давно в этом замечательном театре, либо просто идут редко. Такая, например, ситуация с оперой «Иоланта», которую мы показываем раз в два года. «Иоланта» Петра Ильича Чайковского станет первым спектаклем сезона. Это будет подарок для медиков за их героическую борьбу с пандемией. Также в ближайшее время в театре запланирована премьера балета от постановщиков танцевальной притчи «Три маски короля». Светлана Кудрявцева, Мэри Елчан, Константин Головин. События.